здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео представляю вам отзыв на книгу елены рязановой это норм это норм эта книга от инфобизнесмена и коуча елены рязановой и соответственно эту книгу нужно рассматривать только лишь как рекламный материал рекламу ее коучинга который она проводит по предварительной оплате для тех кто хочет построить свою карьеру и ко всем тем словам советом примером следует относиться с точки зрения рекламы потому что это книга как я думаю и сама елена рязанова является достойной ученицей и недавно почившего андрея парабеллума который является который являлся оставателем русского инфобизнеса и соответственно он учил своих учеников о том как нужно продвигать свои консалтинговые услуги а коучинг в сфере карьерного консультирования это именно консалтинговые услуги и я хочу вас предупредить о том что в этой книге несмотря на то что есть много примеров она неоднократно упоминает о том что проводит такие консультации одна консультация первичная консультация сейчас на память не вспомню стоит или 100 или 150 евро если по текущему курсу на конец двадцать первого года это восемь тысяч двести рублей если 100 евро или двенадцать тысяч триста рублей если это 150 евро достаточно внушительная сумма для человека который запутался который ищет работу или возможно хочет поменять работу или вообще сферу деятельности а она предлагает нам сесть подумать ответить на какие-то вопросы о том а чем мы занимались ранее а чем мы занимаемся сейчас но мне кажется что несмотря на то что она просит прислать при своей консультации для того чтобы получить ее консультацию она просит прислать описание ваших успехов на трудовом поприще а также что вам нравится или не нравится конечном итоге консультация сведется к банальности то есть делаете что вам нравится или но вот вы этим занимаетесь ну и продолжайте заниматься и за это нужно платить 150 евро да в книге приводятся примеры ее тех людей которые приходили к ней на консультацию различные там сомелье или там финансовые директора или те кто хотели открыть свое кафе но при этом они работали в какой-то крупной компании на руководящий позиции и при этом она показывает что да те люди которые уходили с руководящей позиции в банке с огромной многомиллионной зарплатой и открывали свое кафе они перегорали через полугода через год они понимали что это не их а как вернуться обратно если их место в банке уже занято то есть люди теряли свой постоянный источник дохода ради какой-то призрачной мечты и при этом что мне не понравилось в этой книге это то что она преподносит и свои консультации и рассказы о неудачах и перипетии в жизни своих клиентов она преподносит в какой-то радужной нотке радужный безоблачный весь так не веселым радостным текстом то что и стать таким посылом посылом что все можно преодолеть не добавляя лишь о том что да мы сможем это преодолеть только обращайтесь ко мне на консультацию и этот отзыв получается больше отзывом чем обзором книги потому что я не считаю что в этой книге которая довольно таки много страниц занимает вы можете почерпнуть что-то полезное для себя и даже как как мне кажется даже ответить на вопросы которые она задает вы все равно не достигнете тех целей которые перед собой ставите то есть сменить работу или убедиться в том что в той работе которые вы делаете и существуют положительные моменты и все равно в какой-то момент прочитав эту книгу и красноречие автора это вас подтолкнет к тому чтобы обратиться все таки к ней за консультацией что в принципе и и это и есть одна из главных целей книги что чтобы вы обратились за консультацией когда вы не сможете ответить на вопросы которые стоят в книге когда вы не сможете написать тот путь который вы хотели бы пройти через пять или десять лет или где вы хотели бы оказаться через пять или десять лет на то и это не направлено и это вот это вот этот стиль подачи материала очень сильно напоминает стиль подачи материала в американских книгах когда какой-то автор берет очень узкую тему для обсуждения и начинает на 200-250 страниц приводить примеры которые подтверждают его мысль игнорируя примеры которые эту мысль опровергают и потом он выпускает этот автор еще десять книг по другим темам по таким же узким темам и обсасывая ее с каждой стороны но при этом прочтение этих книг не дает ведет человеку возможности решить те вопросы те проблемы которые перед ним возникли и ведет к тому что прочитав эту книгу и вдохновившись красноречием автора человек обращается к нему за консультацией но ему не вдомек что книга и была написана для того чтобы человек обратился за консультацией так может быть в этой книге и специально были вставлены именно такие вопросы чтобы человек не мог ответить на них самостоятельно и были таким образом написаны абзацы и предложения чтобы человек у человека самого возникла мысль обратиться к этому консультанту и при этом человек был бы в полной уверенности в том что мысль о том чтобы обратиться к этому консультанту абсолютно правильная и что эта мысль пришла ему в голову а не была навязана извне но так специально эти тексты так пишутся чтобы эти мысли возникали и не подвергались потом критике внутри человека будьте аккуратны когда вы читаете подобные книги одну книгу я уже резюмировал это Катерина Ленгольд просто космос вот вторая книга в копилку вам для того чтобы вы развивали свое критическое мышление как я вам уже объяснил и не попадались на удочку таких коучи и инфобизнесменов что такое инфобизнес чтобы нам в контексте скажем так отзыва чтобы нам понимать о чем мы говорим инфобизнес это бизнес по продаже информации и информация теряет свою ценность в момент приобретения поэтому все инфобизнесмены получают оплату вперед инфобизнес это бизнес по продаже информации то есть когда кто-то например я пришел к человеку и он мне оказывает консультацию я покупаю у него консультацию консультация это информация соответственно консультант это инфобизнесмен который продает информацию вот в этом контексте я понимаю слово инфобизнес и инфобизнесмен чтобы нам не вступать в полемику по поводу терминологии по поводу терминологии я надеюсь что в следующем году я дочитаю книгу очень важную и сделаю обширный отзыв такой же как я делал на Грегори Бейтсона священное единство как раз про терминологию про контексты про использование словаря про использование подходов в общении и вообще в структурировании наших знаний и мышления очень важная книга причем она написана раньше чем книги Грегори Бейтсона по сути я думаю что Грегори Бейтсон опирался на исследование этого ученого про книги которого я говорю я не буду сейчас называть его имя потому что для меня важно дочитать и первую часть и вторую часть этого труда и потом составить на него резюме это такой анонс затравка чтобы вы подписались на канал поставили колокольчик уведомления в колокольчике все уведомления чтобы не пропустить это видео про которое мы сейчас говорили также я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч 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 до новых встреч